друзья всем привет с вами виктория сегодня готовим тесто для заливных пирогов рецепт универсальный подойдет абсолютно любая начинка тем более что уже у многих поспел зеленый лучок и другие овощи на огороде и как говорится грех не приготовить такую вкуснятину как всегда не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на мой канал ингредиенты которые нам понадобятся это яйца сметана мука немного растительного масла сахар соль и разрыхлитель разрыхлитель можно заменить на соду полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео в миску добавляем 300 грамм сметаны у меня сметана 20 процентной жирности можно использовать сметану любой жирности сметану выбиваем яйца я выбью 2 яйца и 1 белок желток я оставлю для смазки добавляю сюда 4 столовые ложки растительного масла можно все ингредиенты замерять стаканами или ложками добавляю сюда одну чайную не полную ложечку соли соль добавляйте по вкусу и одну чайную ложечку сахара все перемешаем обычным венчиком 1 стакан муки это 160 грамм смешиваю с двумя чайными ложечками разрыхлителя вместо разрыхлителя можно использовать соду берите одну чайную ложечку соды погасите ее в сметане муку с разрыхлителем перемешаю и добавим в яичную смесь и еще раз перемешаем до однородной консистенции как проверить консистенцию теста для заливных пирогов вот таким образом ложкой или венчиком делаем узоры на тесте если след остается в течение нескольких секунд значит консистенция то что нужно оставляем тесто отдохнуть минут на пять и пока подготовим начинки начинки мелко нарезаю зеленый лук нарезаю четыре вареных яйца также я добавлю 200 грамм сыра фета вместо сыра фета можно добавить обычный творог нарезаю небольшой пучок укропа добавляю сюда буквально три столовые ложечки растительного масла одну чайную ложечку соли и пол чайной ложечки черного молотого перца и все перемешиваю самое главное мы сделали тесто и начинку теперь подготовим формочку размер моей формы 20 сантиметров диаметром застилаю пергаментной бумагой и смазываю растительным маслом перед тем как вылить тесто формочку нужно его хорошо перемешать тесто визуально делим на две части и выливаем одну вторую часть формочку и выкладываем начинку и сверху выливаем оставшуюся часть теста и аккуратно распределяем по всей поверхности таким образом прикрывая начинку желток добавляю одну чайную ложку сметаны перемешиваю и смазываю сверху пирог и также сверху пирог присыплю семенами кунжута отправляем запекаться пирог в ранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут конечно же ориентируйтесь на особенности вашей духовки запекаем до сухой зубочистки и вы только посмотрите какая вкуснота у нас получилось я уже честно сказать попробовала один кусочек получилось обалденно вкусно сверху приятная хрустящая корочка внутри очень сочная начинка это какая-то прелесть очень рекомендую всем приготовить всем желаю приятного аппетита готовьте с удовольствием пишите мне ваши комментарии не забудьте поставить лайк всего вам доброго и до новых встреч с вами была виктория а и и и и и